И теперь обещанные, к сожалению, неприятные новости спорта. В России не состоится финал Кубка Мира у конькобежцев. Соревнования должны были пройти в марте 17-го в Челябинске, но отменены по решению Международного Союза в этом виде. А Союз ссылается на рекомендации Международного Олимпийского комитета. Об этом стало известно перед самым нашим выходом в эфир, как и о том, что в этом сезоне в Тюмени не будет этапа Кубка Мира по биатлону. Российская страна отказалась от его проведения в марте. Таков один из итогов закрытого заседания специальной комиссии Международного Союза биатлонистов. В отношении ряда спортсменов открывают дела в связи со скандальным докладом Макларена. Там упоминался, напомню, 31 наш представитель биатлона. От соревнований на время отстранят двоих. Вообще, как признал глава Международного Союза, фактов для применения санкций в отношении российского биатлона недостаточно. Подробности у Антона Верницкого. Экстренному заседанию Международного Союза биатлонистов назначенному в канун католического Рождества, что для Европы, как справедливо заметили журналисты газеты «Спортэкспресс», примерно то же самое, как проводить собрание в России за несколько часов до наступления Нового года, 31 декабря, предшествовало множество вбросов в интернете, главный из которых некий список на английском языке. В нем фамилии российских спортсменов с названиями препаратов и мест их якобы употребления. Рядышком в графе под названием «Комментарий Родченкова» по метке «На русском». Не всегда цензурный. Рассматривала ли комиссия Союза биатлонистов этот документ или что-то другое, доподлинно неизвестно. Но завершив заседание в 18.00 по Москве, даже через час в Мюнхене все еще хранили молчание. Первое сообщение поступило лишь в 19.15. Зал, где проходило заседание, попросили покинуть вице-президента Международного Союза биатлонистов Виктора Майгурова и еще одного представителя нашей страны Сергея Мнацаканова. Несколько минут назад Международный Союз биатлонистов сообщил, что на основе доклада комиссии ВАДА начал расследование в отношении Российского Союза биатлонистов и 29 спортсменов. Как отмечаются, все они не участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Двух биатлонистов временно отстраняют от соревнований, но фамилии их неизвестны. И обвинения им не предъявлены до окончания расследования. В решении комиссии ничего не сказано о лишении России проведения этапа Кубка мира 2017 года в Тюмени, о байкете которого ранее говорили в федерациях биатлона Чехии, Норвегии и Великобритании. В свою очередь в других странах, в той же Австрии, перенос уже подготовленного первенства не приветствовали. Что касается переноса этапа Кубка мира из Тюмени, то я не уверен, что это будет справедливо по отношению к организаторам, проделавшим огромную работу. Мы надеемся на справедливое расследование. Работа действительно проделана огромная. Тем не менее, Российский союз биатлонистов сам отказался проводить Кубок мира в Тюмени. Несмотря на то, что Тюменским оргкомитетом достаточно серьезные подготовительные мероприятия были проведены, на самом деле, больше всего на данный момент расстраивает ситуацию, связанную с болельщиками. У нас на сегодняшний день более 20 тысяч билетов приобретено на это мероприятие. Причем мы видим по географии продаж, что порядка 60% людей, которые планируют посетить этот этап Кубка мира, это не жители Тюмени, это люди из других регионов России, из других стран. Также Российский союз биатлонистов после сегодняшнего заседания в Мюнхене принял решение не проводить чемпионат мира среди молодежи и юниоров в городе Остров, который был запланирован на 22 февраля наступающего года. Сегодня все внимание российских болельщиков и ответственных за спорт чиновников было приковано к Мюнхену, буквально несколько минут назад. Там решилось будущее, по крайней мере, ближайшей российской сборной по биатлону. После допингового скандала, вскрывшего масштабное применение стимуляторов и систему фальсификации проб спортсменов, вся команда теперь находится под расследованием. Но самое главное, буквально только что стало известно, что Россия лишилась права на проведение чемпионата, этапа Кубка мира по биатлону, чемпионата мира среди юниоров, которые должны были пройти в 2017 году в Тюмени. Рафаэль Сааков сейчас присоединяется ко мне в студии. Какое-то выглядит очень странное решение. Все ждали, например, что сборную дисквалифицируют и не знали про судьбу чемпионата, а теперь все как-то наоборот. Да, тут на самом деле скорее компромиссное решение принято на исполкоме Союза биатлонистов международного. Дело в том, что все же, как-никак, уже были призывы к бойкоту этапа Кубка мира, которая должна была принять Тюмень в марте следующего года, в том числе от лидирующих биатлонистов мира, ведущих биатлонистов из Чехии, Франции, Норвегии, в том числе из Союзов биатлонистов этих стран были такие заявления. И, конечно же, стояла действительно, уже судьба висела на волоске этого турнира. И для России, конечно, было принципиально в данном случае, наверное, отказаться самостоятельно, добровольно, как об этом говорится в пресс-релизе Союза биатлонистов международного, нежели, чем если бы имиджевый удар был нанесен, если бы отобрали у России. Хотя, по сути, это одно и то же, на самом деле. Но, получается, России дали просто сохранить лицо. Сохранить лицо, по всей видимости. И, более того, дали возможность спортсменам российским отстоять свое имя. Дело в том, что, как говорится в заявлении, у каждого спортсмена теперь будет установлен временный срок для того, чтобы они дали показания. И, соответственно, они, вот эти 31 спортсмен, который фигурировал в докладе ВАДа, из них 29 дел открыто, соответственно, официально. Два человека, там у них несколько иная ситуация. С одним, дело в том, что он был дисквалифицирован, оказывается, и российским союзным биатлонистам ранее, биатлонистов ранее, поэтому, соответственно, дисквалификация, видимо, повторена. Что касается второго, то этот спортсмен, по всей видимости, не участвовал даже в международных стартах. И, соответственно, его дело также было отдельно рассматривалось. Так что, в данном случае, действительно, сохранено лицо, скорее. — Возникает вопрос. Это такая череда, определенное, вернее, события уже в череде подобных скандалов. Я помню, что отменили чемпионат по скелетону. — Бобсли и скелетон в Сочи, да. — Но, будем честны, кто смотрит эти соревнования. — Очень многие. — Но все-таки ситуация с биатлоном, мне кажется, это вызовет сейчас такую волну негатива в России, наверное. — Конечно, больше, чем Бобсли и скелетон смотрят биатлон в России. Даже, удивитесь, Роман, но больше, чем футбол и хоккей. Вот, например, последние данные рейтингов Матч ТВ канала в начале декабря показали, что биатлон все-таки смотрит даже намного больше аудитории. И, действительно, в России это некий феномен, потому что чем ближе была Олимпиада в Сочи в 2014 году, тем больше было внимания к биатлону. Этот вид стал практически национальным видом спорта. Если, например, Борис Ельцин любил теннис, и, соответственно, теннис культивировался тогда, в те годы, и многие полюбили теннис, он очень большое распространение получил в России, то к биатлону вроде как Владимир Путин, нынешний российский лидер, не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, очень многие любят, это действительно вид спорта, который приятно и интересно смотреть по телевизору. Кстати, вот, когда ты смотришь вживую за соревнованиями, я вот был на Олимпиаде, когда в Сочинской, и действительно не так интересно, когда ты смотришь биатлон с трибун, например, или с медиаложи. А вот по телевизору он действительно очень интересно смотрится. И данные показывают, что действительно, и, например, на прошлой неделе был большой скандал с хоккеем, кубок Первого канала, отменили трансляцию по Первому же каналу, матч с участием сборной России, сказали, что рейтинги у хоккея плохие, но у биатлона, по крайней мере, они лучше. Как человек куда более вовлеченный в спорт, нежели я, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас была Олимпиада в Рио, всю российскую сборную сняли и с Олимпиады, и с параллель. Именно по легкой атлетике. Вот теперь вопрос. Вот эти скандалы, они могут отразиться на следующей Олимпиаде зимней, где на кстати... В Южной Корее, в Пхенчхане, да, могут отразиться. Это вот будет зависеть от уже дополнительного расследования в отношении этих 29 спортсменов, по всей видимости, которое проведет рабочая группа IBU. В нее входят юристы и эксперты по борьбе с допингом. Спасибо, Рафаэль Сааков, о развитии допингового скандала вокруг российских биатлонистов, и о том, что Россия лишилась чемпионата, этапа Кубка мира по биатлону, чемпионата мира среди юниоров. Ну, оговоримся еще раз, стране позволили, очевидно, сохранить лицо и отказаться от проведения этих соревнований. Российские биатлонисты смогут участвовать в международных соревнованиях. Это главный итог заседания исполкома Международного профильного союза, который состоялся в Мюнхене. На нем также было принято решение отстранить от стартов двоих наших атлетов, которые были упомянуты в докладе так называемой комиссии Макларена. Российский союз биатлонистов тем временем сам принял решение не проводить в нашей стране этап Кубка мира в Тюмени и соревнования в Псковской области. Обо всем по порядку. Евгений Лямин. Решение Международного союза биатлонистов, принятое накануне на закрытом заседании, неожиданностью во многом не стало. В последнее время новости спорта, точная гонка, преследование. Кто бы не был на огневом рубеже, мишень одна – российский спорт. Во время заседания в Мюнхене в какой-то момент зал попросили покинуть ни много ни мало вице-президента Международного союза биатлонистов, россиянина Виктора Майгурова, а также еще одного представителя нашей страны Сергея Мнасаканова. Он руководит Международным отделом в Союзе биатлонистов России. Решение огласили спустя полчаса. Важно, удалось не допустить коллективной ответственности. Российская сборная команда не отстранена от международных соревнований и продолжает участвовать как полноправный член АйБиу. Я считаю, что это одно из важнейших решений на сегодняшний день. Отстраняют от соревнований двух российских биатлонистов. Их фамилий, понятно, не разглашают. Так же, как и суть обвинения. В отношении еще 29 спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена, как и всего Российского союза биатлонистов, начато расследование. Подчеркивается, все упомянутые спортсмены не участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Фактов для применения санкций в отношении российского биатлона недостаточно. Об этом заявил глава Международного союза биатлонистов Андреас Бессеберг. Подозрений недостаточно для применения санкций. И мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, они действуют только на основе подозрений. Правила должны исполняться в обоих случаях, если человек виновен и если он не виновен. Главный итог. Наша сборная продолжает сезон. И судя по тому, что информации о заменах в ней не последовало, действующего состава команды отстранения не коснулись. Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов. В свою очередь, Союз биатлонистов России сам отказался проводить этап «Тубка мира» в Тюмени, запланированный на март будущего года. Решение вынужденное. А намерение его бойкотировать ранее заговорили в федерациях биатлона Чехии, Норвегии и Великобритании. Всю эту шумиху, похожую на смазывание лыж, перед стартом прокомментировал чемпион мира по биатлону француз Симон Фуркат. Это удар по болельщикам. К слову, на тюменский этап было приобретено более 20 тысяч билетов. Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей. Что за санкции? Я хочу, чтобы были наказаны люди, причастные к допингу. Или если доказательств нет, давайте все вернем, как было. А если они есть, то давайте применим настоящие санкции. Но не было необходимости создавать в последней неделе так много шума из ничего. Это как раз тот случай, когда шум из ничего становится пусть не аргументом, но вполне себе руководством к действию. Способ проверенный ранее, после заявления о намерении бойкотировать соревнования спортсменов из США, Великобритании, Кореи и Латвии. Россия потеряла чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в будущем году в Сочи. И вот следующим под ударом оказался биатлон. Сестра олимпийского чемпиона Сочи Антона Шипулина, биатлонистка Анна Маслова, говорит об одном. Повлиять на ситуацию невозможно. Грустно, печально, конечно. Очень печально, что политику замешали сюда. И я думаю, что все это несправедливо. Но тюменский этап это еще не все. В городе Остров Псковской области отменяются молодежные и юношеские чемпионаты мира. Они также должны были пройти в следующем году. Но, как отмечается, по итогам заседания в России не состоятся международные соревнования по биатлону только этого сезона. Следующий сезон, который у нас теоретически начинается уже, наверное, с весны или с лета, все остается в силе. Я имею в виду про чемпионат мира по летнему биатлону, который у нас запланирован в конце августа в городе Чайковский. Он остается в силе, он остается в календаре. Но исчезло из российского календаря международное соревнование в другом виде. Этап Кубка мира по конькобежному спорту, который готовили в Челябинске. Накануне Международный союз конькобежцев решил перенести финальный этап Кубка мира из России в другую страну. В нашем союзе конькобежцев уже заявили, что в этом случае будут добиваться частичной компенсации материальных потерь. Решение о переносе чемпионата, как сообщается, было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета не проводить соревнования в России.